Привет! А в данном видео мы с бабушкой Специи приготовим вкуснейшие бутерброды с колбасой на сковороде. Простые горячие бутерброды из доступных продуктов можно приготовить очень быстро. При этом они могут быть и завтраком, и полтником, и просто перекусом. Ингредиенты рассчитаны на 4 порции. Белый хлеб 350 грамм, колбаса полукопченая 100 грамм, картошка 2 штуки, яйца 1 штука, зелень 10 грамм, соль 0,25 чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка. Основной этап приготовления. Подготовить указанные ингредиенты. Бутерброды будем делать с белым хлебом, но можно взять любой по вкусу, где-то 8 ломтиков. Колбаса полукопченая лучше брать с жирком. Картофель среднего размера. Из зелени я беру укроп, можно добавлять любую зелень по вкусу. Соль и перец по необходимости. Подготовить хорошую сковороду с антипригарным покрытием. В зависимости от выбранной сковороды, масло для жарки может потребоваться больше или меньше. Картофель помыть и очистить от шкурки. В глубокую миску натереть на крупной терке сырой картофель. Выбранную полукопченую колбасу извлечь из упаковки. Снять пленку и натереть на крупной терке. Добавить картофелю. В свежую зелень укропа помыть и обсушить. Добавить в миску нарезанную зелень укропа. Разбить сырое яйцо. Добавить соль и перец по вкусу. Массу тщательно перемешать. Белый хлеб порезать на ломтики толщиной 1-1,5 см. Ложкой выложить на каждый ломтик подготовленную массу. Слегка прижимая ее к хлебу. Так поочередно выложить всю массу на весь хлеб. Выбранную сковороду разогреть на сильном огне. Затем огонь чуть убавить и налить немного растительного масла. Если уверены в своей сковороде, то масло можно и не наливать. Так как в колбасе есть жир, его можно быть достаточно для жарких бутербродов. Быстрым движением выложить на сковороду бутерброд начинкой вниз. Также и другие выложить, но оставляя место, чтобы их удобно было переворачивать. Обжарить бутерброды с этой стороны несколько минут до румяной корочки. Затем аккуратно бутерброды перевернуть на другую сторону. Масло подливать здесь не нужно. Сами бутерброды, если выбрана правильная сковорода, легко переворачиваются, сохраняя начинку на хлебе. Обжаривать с этой стороны бутерброды еще несколько минут, пока хлеб не подрумянится. Готовые бутерброды с колбасой и картофелем выложить на тарелку. Также обжарить все оставшиеся бутерброды. Такие бутерброды можно подавать горячими, но и в остывшем виде они также будут очень вкусны. При подаче бутерброды можно посыпать свежей зеленью. Итак, с бабушкой с пиццей мы показали вам потрясающий рецепт бутербродов с колбасой на сковороде. Приятного вам аппетита! Приятного вам аппетита!